пиратская атака на лайнер сибурн спирит сибурн спирит это немецкий круизный лайнер построенный в германии и введен в эксплуатацию в 1989 году экипаж вмещает 164 человека а пассажировместимость 312 человек лайнер имел множество уникальных инновационных функций при постройке в том числе смотровую комнату на верхней палубе для наблюдения за ночным небом и комнату наутилус в корпусе для наблюдения за морской жизнью под водой с подсветкой кормовая дверь имела отсек для двух тендеров построенных по индивидуальному заказу и платформу для пристани которая позволяла пассажирам плавать кататься на лыжах плавать под парусом заниматься сноркелингом и заниматься другими водными видами спорта star breeze был оснащен акустическим устройством дальнего действия лред разработанным как нелетальный метод отражения нападавших в 2007 году он был отремонтирован вместе с двумя другими судами принадлежащими сибурн круиз-лайн чтобы соответствовать роскошному имиджу сибурн круиз-лайн это включало добавление французских балконов к двум верхним палубам каюты роскошный лайнер курсирует между европой и африкой и принадлежит в инстар крузис в начале 2005 года компания кант nest признал его лучшим малым круизным лайнером 5 ноября 2005 года в 5 часов 50 минут утра когда лайнер сибурн спирит находился в 115 километрах от побережья сомали со 115 пассажирами корабль был атакован двумя пиратскими скоростными катерами спущенными на воду с корабля базы на борту катеров находилось примерно 12 пиратов у них были автоматы и реактивные гранаты разновидность противотанковых гранатометов при обстреле на лайнер попала ручная граната легкое ранение получил член экипажа сибурн спирит защитился от атаки с помощью акустического устройства дальнего действия лред и смог уйти зигзагообразным курсом в открытое море впоследствии на помощь пришел американский эсминец юсс гонзалес и его специалисты по взрывчатым веществам смогли обезвредить ручную гранату которая не взорвалась пассажиры не пострадали но капитан корабля сомба ходу ргурунг был ранен шрапнелью при борьбе с пиратами с помощью акустического устройства дальнего действия звуковое устройство отпугнуло пиратов издав мощную звуковую волну офицер службы безопасности майкл грофс и британский товарищ по кораблю сом бахадур гурунг были удостоены чести королевы елизаветы второй в букингемском дворце за проявленную храбрость в мае 2007 года получив королевскую медаль за доблесть и королевскую награду за храбрость соответственно затем судно изменило свой курс порт виктория на сейшельских островах для ремонта они в первоначально запланированную мамбасу в кении затем лайнер отплыл в сингапур и вернулся к своему первоначальному расписанию в период с 2019 по 2020 год на верфи финконтайре в палермо судно было удлинено его разрезали пополам а посередине разместили новую 84-футовую секцию с 50 новыми каютами вмещающими дополнительно 100 пассажиров одновременно с этой масштабной реконструкцией лайнер был полностью отремонтирован работы были завершены в ноябре 2020 года пиратство в районе сомали стала развиваться с 2004 года очень быстрыми темпами чему способствовал очередной мировой экономический кризис как сообщает международное морское бюро по состоянию на 7 декабря с начала 2008 года в сомалийских водах совершено более 100 нападений на транспортные суда в 2010 году пиратам было выплачено 148 миллионов долларов в виде выкупа но настоящими победителями стали страховые компании которые получили в 10 раз больше чем пираты в том же году было выплачено 1,85 миллиарда долларов в качестве страховки от пиратства а сами пираты пехотинцы получают всего 30 75 тысяч долларов тем кто принесет собственную лестницу и ружье выплачивается дополнительное пособие в размере десяти тысяч долларов такие деньги имеют большое значение в таком месте как сомали но они ничтожны по сравнению с миллионами выплаченными в виде выкупа